Добрый вечер, 21.04 в Москве. Это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Для начала немного пастернаков. Всем хорошо уже известного. Быть знаменитым некрасиво. Не это поднимает ввысь. А красиво ли быть успешным? В современном обществе существует мода на успех, императив успеха. Я бы даже сказал, мания успеха. Есть такая женщина, знаете, Тина Канделаки. Вот каждое утро, спускаясь в лифте, она фотографирует свое отражение в зеркале и затем вывешивает в Инстаграме эти фотографии, чтобы доказать себе и миру, что счастье есть, что успех существует, что важно быть успешным, к чему-то стремиться, совершенствоваться. И, собственно, в этой вере воспитана и поддерживает ее миллионы наших соотечественников, каждое утро отправляясь на работу. Вот это вот императив успеха, который, вы знаете, в нашей культуре совершенно не был прописан еще лет 20-30 тому назад. То, что ты должен соответствовать этому ритму жизни, должен улыбаться, должен великолепно выглядеть. И вот хотелось бы поговорить об этой моде на успех, о погоне за успехом в нашей жизни. Что это такое? Это некий рыночный закон бытия, то, что вот мы находимся, живем в мире всеобщей конкуренции, и вот каждый из нас должен быть успешен, иначе он пойдет на дно и станет тем самым ужасным лузером. Или это своего рода психическое расстройство, как у детей есть такой синдром, вот такого расстройства, постоянного движения, мобильности. Точно так же вот человек, который не может остановиться, двигаться и постоянно должен бежать вперед и стремиться к чему-то большему, к какому-то успеху. Так, погони за успехом. Закон жизни или психическое расстройство? Тема нашей сегодняшней передачи. Гости наши. Психолог Данила Гуляев. Добрый вечер, Данила. Добрый вечер. Директор проекта Фонда общественного мнения Лариса Паутова. Добрый вечер, Лариса. Добрый вечер, добрый вечер. И Светлана Габуния, совладелец телекомпании Нью Медиа. Добрый вечер, Светлана. Добрый вечер. Ну, для начала расставим фишки, определимся. Что такое мода на успех? Это некий, так сказать, уже закон, универсальный закон бытия? Каждый должен быть успешным? Данила. Ну, я, во-первых, сразу прокомментирую по поводу психического расстройства. Вот я не думаю, что это психическое расстройство. Есть такое психическое расстройство, точнее, даже набор симптомов, который называется маниакальным, то есть маниакальный синдром. Есть гипомания, то есть слабая мания. Но вот в данном случае мы говорим про культуру, и каким-то культурным и социальным феноменом приписывать клинический характер, в принципе, наверное, не стоит. И клиника — это клиника, а вот социальные процессы, культурные процессы и то, как люди им подвержены, это не вопрос, мне кажется, клинического рассмотрения. А вот то, что это рыночный закон, как вы сказали, это вот вполне может быть. Мне кажется, что культ успеха и вот вытекающие из этого культа успеха требования к человеку и к его психологическим эмоциональным состояниям, то есть всегда быть на драйве, всегда фонтанировать идеями, всегда быть бодрым, всегда быть в хорошем приподнятом настроении. Это вот диктует культ успеха и культ позитива, который существует прежде всего в капиталистической западной культуре. Вот и вот в этом дискурсе капитализма, как вот вечного процветания. И здесь можно какую-то такую параллель провести, что капитализм, вот современный, это такой постоянный культ все большего и большего производства, большего и большего потребления, и это такой, скорее, его психологический и социо-психологический эквивалент. Ну да, да, внутреннее состояние. Постоянное внутреннее перепроизводство. Ну да, да-да-да, здесь очень хороший термин, здесь употребили перепроизводство, то есть некое перепроизводство эмоций, перепроизводство движения, человек должен быть постоянно готов к этому, так сказать, избыточному производству, избыточному употреблению. Лариса, а как-то социология за последние десятилетия, 20 лет фиксирует вот это вот стремление наших сограждан к успешности, вот этот вот достижительный идеал? Конечно, она фиксирует, хотя мы не можем откопать данные 20-летней давности, потому что тогда вопрос просто не задавали, да и социология только-только начинала возрождаться. Поэтому мы можем попытаться по косвенным данным сказать, да, есть мода на успех, сейчас говорят россияне о том, что необходимо стремиться к успеху, но однозначно разделяют эту идею процентов 25-35 среди молодых за 70, среди мужчин больше, чем среди женщин. То есть я могу предположить, что, конечно, вот доля тех людей, которые говорят, да, надо стремиться к успеху, я стремлюсь к успеху, я боюсь не достичь этой звезды успеха, доли таковых больше. Но вот у меня подозрения, следующая своя версия существует, мне кажется, что современная идея успеха, она играет на основное свойство личности, энергия. И она была и до того, как пришла к нам вот эта новая идея успеха. Но в современном смысле вот эта идея успеха, она упакована в неком другом варианте, нежели это было раньше. Раньше у нас успех как социалистическое движение с коллективным экстази к какому-то световому будущему. Сейчас она упакована вот в таком индивидуалистическом ключе, красивом, и имеет такой манкий характер. Я тоже смотрю Тину, как она выкладывает свои фотографии, я все понимаю, но... Я, кстати, не смотрю, мне рассказали, мне рассказали, да. Но сегодня, да, это было очень интересно, фотографии в спортивном зале, я поняла, все, у нас срочно спортивный зал. Вот это уже новая зараза, это новая зараза. Я помню другую идею, когда Зоя Космодемьянская меня пленила другим успехом, совсем другая вещь. И вот говоря о том, что это врожденное, не врожденное, врожденное в людях, упакованное по-разному в разные времена, но сейчас вот эта упаковка, безусловно, приносит какие-то психологические последствия, я могу подтвердить на личном опыте. Потому что когда позвонил ваш редактор, я в поезде с больной головой после встречи с губернатором понимала, да зачем этот успех нужен, когда ребенок звонит, получил тройку за контрольную, и какова цена этого успеха. Поэтому, думаю, какие-то психические расстройства все-таки есть. Ну да, да. Очень интересно, вы здесь упоминаете Зоя Космодемьянская, да, и Тина Кандалаки, как некие модели успеха, которые воровались. Но для кого-то это Жанна Дарк, да, для кого-то, я не знаю, там, святая, там, Ксения Петербургская тоже, да, некая модель, модель успеха. То есть зависит. Но, вы знаете, вот здесь очень интересно то, что вы социалистическое упомянули. Ведь социализм очень сильный такой модернистский, просветительский проект, социализм. И вот мне кажется, что вот эта мода на успех, она прописана в самом коде модерна. Вот как Зигмунд Баум, он социолог, да, говорит, вот эта вот текучая современность, текучий модерн, он должен распространяться. То есть мы должны захватывать новые пространства. Наша энергия должна подчинять себе другие пространства и других людей. То есть, видимо, то, что происходит сейчас, это вот универсальный закон современности. То, что ты должен расширяться. А мне кажется, знаете, это все-таки некий ответ на тот зажим, как раз, который имели люди вот в социалистическое время. Тогда, когда нас всех одевали в одну серую школьную форму, там, или черно-коричневую. Сейчас, кстати, тоже оденут. Ну, может быть, не такую же Зайцева, да. Вот, когда нас стригли всех под одну гребенку, когда у нас ставки на работе, да, там были у всех одинаковые. Именно поэтому, на мой взгляд, успех в современном понимании слова – это как раз вот этот вот ответ на то, что успех – это вообще соревнование. И поэтому людям все время, любому человеку свойственно, да, вот как эволюция, вот выживание, любому человеку свойственно это соревнование. Поэтому, на мой взгляд, это как раз нормально, то, что люди стремятся к успеху. Другое дело, как это эксплуатируется индустрией потребления, и как это делается, как это в свое время было с индустрией моды 90-60-90, и тогда все, да, вот маниакально начали приобретать подобные формы, и мы, с одной стороны, стали иметь женщин с анорексией, а с другой, как бы, стремящихся к этому, да, вот, приблизительно то же самое сейчас делается и с понятием успеха. Хотя, я думаю, что люди, думающие, они немножко другие вкладывают понятия вот в это слово «успех», нежели материальные, которые нам навязываются в виде автомобилей дорогих, часов, яхт, там, и так далее. А вот да, кстати, давайте посмотрим, какие у нас существуют критерии успеха, да, кого мы можем считать успешным человеком. Есть какие-то общепризнанные социальные? Можно я процитирую ответы респондентов? Да, Лариса. На самом деле, очень разное понимание у людей. Вот то, что мы сейчас цитировали, энергия, самореализация, возможность достичь того, что себе запланировал, вот эту версию успеха разделяет не так много людей, там, процентов 10-15, есть, а очень многие россияне связывают успех, прежде всего, с богатством, это самый типичный ответ, наиболее популярный. Сколько примерно процентов? Насколько я помню, около 30% говорили, что успех для него это благосостояние, деньги, туда же квартира, туда же какие-то такие материальные, базисные вещи. И очень важный момент, то, что, как правило, женщины говорят, что успех — это вышла замуж, это дети, это здоровье, это дом, отношения с супругом. И когда-то в ФОМИ моя коллега Лена Вовк сказала, что вот по этим ответам мы можем предположить, что для современного россиянина успех — это то же самое, что счастье, абсолютно интегрирующее понятие. Кто-то разделяет вот этот символ веры, успех американский, самореализация, вперёд, там, Тина, да, а кто-то лишь бы милый был рядом, и они, отвечая про успех, они говорят, да, я успешная, я вышла замуж, у меня ребёнок. И она считает, что она счастливая, и она успешная, а если не успешна, то не счастлива. То есть это разные вещи, мы говорим о разных вещах. Ну да, вот правы, да, вот здесь очень действительно важная вещь, сразу вы вышли, то, что семья входит вот в это вот определение успеха, она говорит, ну как, живу нормально, жена, дети, а для женщины даже тем более, так сказать, да, вышла замуж, удачно вышла замуж, успешно вышла замуж. Да, просто даже вышла замуж. Да, просто вышла замуж, знаете, как народные пожелания мужа, мужа тебя не пьющего, да, вот он успех. Но тут получается, что успех — это не столько самоцель, сколько некая планка, да, вот, и любая ценность, достижение любой ценности, там, будь то семья, или хорошее отношение, или богатство, оно может вот быть в неуспешной какой-то стадии, в неуспешном состоянии и в успешном. То есть тут получается успех, ну не знаю, скорее инструментальная какая-то ценность. А я, вы знаете, Данил, что я даже предположу, вот проводят уже много лет, много десятилетий Роуд Ингелхарт, вот эти вот World Value Survey, всемирный обзор ценностей, и там все нации делятся по критерию, там одна из шкал есть ценности выживания и ценности самовыражения. Даже то же самое, что в пирамиде Маслова, там внизу такие базовые ценности выживания, а вверху самовыражение. Они-то считают, что у нас выживание. Вот, да, и Россия всегда занимает крайние и крайние позиции по ценностям выживания. Там вся Восточная Европа, Россия, Молдова, Украина, вот. А англосаксонский мир, протестантский мир, он там в ценностях самовыражения. Так вот, выходит, что у нас есть два определения успеха. Вот этот вот, так сказать, американский достижительный идеал, да, ценности самовыражения. А у нас же такое семья. Семья — это выживание. А вы знаете, вот я, например, профессионально занимаюсь успехом, поскольку я произвожу канал «Успех», да, под названием «Успех». Да, вот это вот тоже надо было озвучить, да, с самого начала, почему. Да, канал-то, в принципе, для малых и средних предпринимателей, но когда приходят к нам гости, а их достаточно много уже скопилось за эти три года, мы каждому задаем вопрос, что же такое успех. И все отвечают по-разному. Кто-то говорит, мало из тех, кто на сегодняшний день достиг уже богатства, так скажем, да, говорит о том, что для них успех — это достижение богатства. Но, например, Ирина Хакамада сказала о том, что она хочет быть признанной. Для нее успех — это признание коллег. Поэтому, если мы делим успех на какие-то составляющие, мы, наверное, делим их на власть, на деньги, на материальные ценности. Но думающие люди еще это делят и на духовность. Потому что мне кажется, что успех, если вот характеризовать, как я его субъективно, например, могу сформулировать, то успех — это гармония между разумом и душой. Потому что разум нам позволяет, собственно говоря, реализовывать, или не нам, а душе позволяет самореализовываться. Потому что можно достичь богатств, но при этом быть очень неуспешным человеком, потому что ты будешь одиноким. И последние вот события нашего соотечественника в Лондоне, да, хорошо демонстрируют это. Можно добиться власти. Скупой рыцарь. Конечно, можно добиться власти, можно добиться известности, популярности, признания коллег, сообщества, чего угодно. Но при этом ты не будешь успешным. Да, здесь очень действительно очень важно. Вы говорите о сочетании некого внешнего признания, да, и внутреннего баланса. То есть это действительно нельзя говорить, что это внешнее или внутреннее. Напомню, что у нас в гостях психолог Данила Гуляев, директор проекта Фонда общественного мнения Лариса Паутова и совладелец телекомпании New Media и главный редактор, да, телеканала «Успех»? Я генеральный продюсер. Генеральный продюсер телеканала «Успех» Светланы Габуни. И говорим мы об этом самом успехе. Мы вернемся после перерыва. И снова добрый вечер. Программа «Археология» в эфире. Сегодня мы говорим об успехе, погоне за успехом. Что это такое? Закон жизни или некая новая мания? Некий новый горизонт, который мы стремимся достичь, но никак не можем к нему приблизиться. У нас в гостях психолог Данила Гуляев, директор проекта Фонда общественного мнения Лариса Паутова и генеральный продюсер телеканала «Успех» Светлана Габуни. 65 10 99 и 6. Телефон наш студийный, телефон нашего эфира. Важен ли вам в жизни успех? И в чем он заключается? Считаете ли вы себя успешным человеком? 65 10 99 и 6. Позвоните нам. Ну а вот я вот что хочу спросить. В каких вот это вот то, что уже говорила Лариса, в каких частях общества более прописан успех? То есть я понимаю, что это молодежная аудитория, для молодежи важно, и мужская. Чаще, чем в среднем, конечно. Это молодежь, социологи, они же не могут нормально выражаться чаще, чем в среднем. То есть мы можем предположить, что в среднем где-то процентов 30 обладают этой энергией среди мужчин больше, и среди молодежи больше. Средний возраст очень даже прекрасно демонстрирует вот это желание добиться успеха. Я даже считаю, что вот поколение перестройки, поколение 90-х, они как раз впитали максимально эту инфекцию успеха. В сложные времена молодежь, она как-то сейчас более расслабленная, потому что легче, может быть, бороться за какие-то... Ну да, были сытые, сытые относительно 90-е, нулевые. Мужчины, естественно, но они по природе энергичнее, поэтому, мне кажется, стремление к успеху, у них здесь более выражена женщина, успех чаще понимает, помимо того, что семья, это, конечно, успех как сохранение красоты своей, это тоже успех, параметр сейчас такой, и сохранение здоровья, и забота о детях, и вот эти все моменты. Могу сказать, что, конечно, коррелирует четко с образованием, то есть ум и энергия, образование и энергия связаны, и поэтому наиболее образованные группы, они чаще стремятся к успеху, и они как раз, может быть, подвержены вот этому недугу. Они боятся вот неуспешными, они чаще сообщают о том, что, конечно, они боятся не устоять, вот не усидеть на двух стульях личное и вот это внешнее. Они чаще нам говорят о том, что они боятся, что к 40 годам они уйдут на внутреннюю пенсию, они не смогут реализовать того, что хотели, они страдают синдромом выгорания чаще. То есть вот это страх неудачи, страх неуспеха. Да, горожанин, образованный, среднего возраста, мужчина, все, мне кажется, вот это группа риска. Вы знаете, да, Данила, я хотел пояснить, что вот, мне кажется, страх выгорания вот этого и неуспеха, он как раз и такую остроту приобретает на фоне как раз вот этого дискурса, вот этого, как вы сказали, императива успешности и успеха, который распространяется, в принципе, не на какие-то отдельные проекты жизненные, то есть там стать богатым, там завести семью, а в целом на всю жизнь как бы экстраполируется и, соответственно, человек примеряет это вот не проектно, а обобщенно вот на всю жизнь и, соответственно, отсюда такой острый страх, неудачи, какого-то жизненного фиаско, ну и, соответственно, какие-то переживания уже не особо благоприятные. Знаете, а мне кажется, что вот этот вот период выгорания или страх быть неуспешным, это как раз причина того, что люди занимаются не своим делом, нелюбимым делом в первую очередь. Как раз когда я говорила о балансе души и разума, я имела в виду именно вот эту мысль, потому что у нас есть опять-таки ложные стереотипы, которые нам навязываются средствами массовой информации, что успешный человек, опять-таки повторюсь, на дорогой машине с дорогими часами, вот он там на яхте, вот в таком дорогом пиджаке, это обязательно должны быть красивые формы, ухоженные волосы и так далее, и так далее. Вот я ничего не имею против красиво, хорошо, со вкусом одетого человека, который красиво выглядит, но если этот человек вошел не в свою дверь когда-то, потому что ему навязали СМИ, ему навязало общество вот этот вот образ такой некий собирательный, то, конечно, к 40 годам он придет и к разочарованиям, и к краху своих там фантазий, и мечты, и так далее. А если человек вошел в свою дверь, он занимается своим любимым делом, то он будет успешным, даже если у него будет маленькая торговая лавочка или у него будет маленькая мастерская. И для этого не обязательно быть олигархом для того, чтобы быть успешным человеком. Ну да, здесь очень тоже очень важный для России вопрос вот этого, да, то, что Веблен называет статусное символическое потребление, то есть у нас очень важны эти статусы, символы успеха, вот то, что вы говорите, машины, часы, почему вот у нас такая агрессивная культура на дорогах, потому что это не машины ездят, это статусы мерятся, да, так сказать, я заплатил столько на миллионов за свою машину, ты мне должен уступить дорогу. Вот, я как сейчас помню, была совершенно фантастическая по своей наглости, обезоруживающая реклама перетяжка, я помню, даже сфотографировала на мобильной, на покровке, типа, уже есть яхта, вилла, жена, жена фотомодель, тогда для тебя квартиры с видом на Кремль. Вот, вот эти вот, так сказать, перечисления вот этих вот статусов, оно, по-моему, в самую такую сердцевину современной российской культуры идет, вот эти вот статусы успеха. Но на той же дороге, например, человек, который едет на более дешевой машине, да, у него есть некий комплекс неполноценностей, именно опять по той же причине, что существует некий вот такой вот образ успешности. И если он едет не на такой дорогой машине, значит, он неуспешен, и он начинает с тобой бороться. Это, на мой взгляд, это очень хорошие показатели, вот такие вот жизненные примеры ежедневные, как раз показатели того, что неправильно приоритеты у нас расставлены в обществе относительно данного понятия. Да, вот я-то тоже согласен, что вот мы уже начали говорить об этом, что вот есть пирамида масла, пирамида потребностей, вот у нас успех связан с удовлетворением самых простых базовых потребностей. Потому что мы их не имели. Ну, да, а что мы, а мы имели те более высокие потребности? Ну, понимаете, детская болезнь ливизны. Для того, чтобы прийти к этой самой верхушке пирамиды масла, надо сначала пройти ее основание, да? Не остаться бы на ней, да. Заметьте, что мы говорим сейчас не о верхушке пирамиды масла и не о самых нижних слоях, а вот о середине, о социальных потребностях и, собственно, о социальной желательности, так называемой. Вы не задавались вопросом, почему очень многие люди, когда у них появилась возможность строить особняки, строят эти особняки пятиэтажные, да, с огромной площадью. Именно потому, что мы жили все в хрущевках. И у нас не было вот этого вот, вот этой свободы. И как только у нас появились деньги, мы себе эту свободу в первую очередь предоставили чисто территориально, вширь и ввысь. Это же вот этот комплекс, понимаете, того, что нас опять-таки всех тогда еще держали в определенных рамках. Вот отсюда мы должны, на мой взгляд, мы должны переболеть для того, чтобы цивилизованно воспринимать понятие успех и относиться к нему. Мы знаем, что уже лет 20 это длится. Ну, понимаете, у каждого своя скорость зарабатывания денег и восхождение, так скажем, в кавычках, на этот пьедестал. Я хочу напомнить телефон наш студийный прямого эфира 651099,6. Код Москвы 495. Что такое быть успешным в современной России? Позвоните нам и скажите. Как вы понимаете успех? 651099,6. Вы знаете, вот интересно, что мы остановились на этой пирамиде Маслоу, потому что там идет на какой-то момент появляется такая вещь, как не просто удовлетворение жизненных потребностей. Хорошо, там жена, дальше красавица жена, еще лучше. Машина, хорошая машина, еще лучше. Не квартира и особняк, еще лучше. Вот мы идем вверх по пирамиде Маслоу. И дальше появляется безумно интересная вещь под названием потребность к уважению. То, что человека слышат, то, что человека уважают. И вот здесь, мне кажется, странно, не думал я, что здесь какая-то политическая коннотация выйдет, но вот скажем, болотный протест и вообще вот эта вот потребность людей в самоуважении, в уважении, то, что их слушали, то, что вот, скажем, происходило на выборах 2011, да, затем уже президентские 2012 года. Вот тут вот эти вот понятия успешности, оно вошло в противоречие с социальной реальностью нашей, с политической реальностью, потому что да, вроде, а чего вы протестуете? Все сыты, все с айпадами ходите, ездите на, там, кто на кредитных, кто вообще на хороших машинах, вот. А тут вдруг такое вот, вот эта вот потребность не удовлетворена. И вот здесь, мне кажется, какое-то намечается очень сильное противоречие, то, что для самореализации, для успеха нужно еще, оказывается, чтобы власть тебя слушала, и ты имела возможность менять среду обитания, а вот это-то и не получается. Вот, да, Лариса. Я, как Сцова, как человек, который работает с рейтингами, с политическими, действительно, в какой-то момент некая группа людей, авангард, мы называем авангардные группы, люди 21 века или креативные люди по-разному, они действительно почувствовали о том, что реализовали себя вот в этом материальном каком-то прогрессе, но им хочется, во-первых, контролировать все, что происходит вне их жизни, ведь успех — это еще возможность контролировать других людей, в том числе и влиять на власть и желание, чтобы тебя уважали. И в какой-то момент действительно вот этот литмотив, он был, но сейчас, мне кажется, еще у этих людей появился дополнительный литмотив. Мне кажется, вот самая сложная тема, тут я, кстати, загрустила, может, психолог мне поможет, и тем людям. И когда страх, что ты не реализуешь свою успешность именно через самореализацию, когда ты не реализовал успешность в материальном смысле, ты можешь списать на других, а когда ты для себя поставил цель, я хочу быть успешным, себя реализовать, найти свой дао, а тут я не могу это реализовать, потому что я вошел в чужую дверь, а мне уже 45, вот как выйти из этой ситуации, наши люди, я так понимаю, по опросам вообще не знают, как из-за этой ловушки выйти. Признание еще как-то можно, но некрасиво быть знаменитым. А вот внутреннее я не нашел свой путь, я не могу себя найти, куда, в какие двери. Телеканал «Успех», конечно, поможет, но тем не менее. Вот это, мне кажется, самая ужасная точка, которая изнутри гложет эти 15-17% людей, которые вообще знают слово «самореализация». Знаете, а мне кажется, что последнее время, вот после 90-х годов, у нас исчезла идеология как таковая. И поскольку идеологии не было, то мы ее сами себе придумывали. Вот, на мой взгляд, то, что сейчас успех как понятие это довольно популярная вещь, то это как раз и следствие того, что мы себе придумали вот эту вот идеологию. И в этом нет ничего плохого, потому что люди должны сплачиваться вокруг чего-то. Другое дело, что если мы говорим о духовной составляющей успеха, то вот, например, молодые люди, которые ко мне приходят на канал «Успех», молодые предприниматели, да, есть у нас такая программа, она называется «Мама, я босс», которую ведет на сегодняшний день ему, по-моему, 19 или 20 лет Даниил Мишин, а миллионером он стал где-то лет в 14-16. И он собирает вокруг себя таких же молодых ребят, которые занимаются сегодня бизнесом. И самая главная мысль, которую они сегодня доносят до своих же сверстников, таких же, как они, они говорят, мы хотим делать этот мир лучше вокруг себя, хотя бы на 10, хотя бы на 20 метров. То есть вот у молодого поколения, которое сегодня растет и хочет делать этот мир лучше, для них это является успехом. И, возможно, вот эта вот идеология, которая на сегодняшний день растет в молодом поколении, она и может изменить вот эту вот ситуацию с потребительской, да, не только потребительская сторона. Ну да, успех не только как потребление неких благ все большее, да, а создание благ. А создание, да, именно строительство. Мне кажется, что вот как раз вариант вот западных культур, там, европейской, североамериканской, как раз и предлагает вот этот переход от капитализма как, в принципе, совершенно конкурентной такой идеологии и, в принципе, соответствующей биологическим каким-то программам психики. Вот когда вы говорили, что потребность в успехе и потребность конкурировать — это что-то врожденное, то есть если на такой язык современной эволюционной психологии переводить, то это механизмы эволюционные выживания и биологические. То есть, конечно, есть вот это всегда мотив конкуренции, который нас объединяет и с другими животными, других видов, а согласно эволюционной психологии понятно, что мы такой вид биологический. Но, конечно, у нас в обществе все гораздо сложнее устроено, чем у животных. Вот, ну да не обидятся на меня животные. И, соответственно, капитализм и вот эти биологические механизмы, они во многом совпадают, да? То есть тут главная конкуренция и главное побеждать, вот быть успешным. Ну да, выживание, survival. И, соответственно, вот в западных культурах сейчас очень сильны, насколько я понимаю, левые идеи уже как раз и социалистические, и какие-то вот уже контр-идеи, которые противостоят капитализму и критикуют его. Вот сейчас, насколько я знаю, неомарксизм снова актуален. И, в принципе, у нас, наверное, вот, может быть, Лариса как-то прокомментирует. Уже есть, уже такая вещь. Я говорила, ругала молодое поколение, что они сейчас немножко расслаблены, но среди них есть действительно такая интересная группа, которые хотят реализовать себя для других. То есть получается, что успех не как деньги, успех не как поиск собственного пути, а успех как попытка найти путь другим и... Ну да, изменение жизненной, изменение жизненной среды, да. Да, реализоваться самому и сделать лучшее жизнь для других. Как гражданская активность, социальная активность, и таких стало больше. Поэтому волонтерское движение сейчас как форма успеха. Ну да, те, кто в Крымск поехал, те, кто с пожарами боролись. Это молодые. Вопрос только в том, насколько это социологически значимо и репрезентативно. Да, вот те предприниматели, о которых здесь Светлана сейчас говорила, молодые, которые создают вот эти стартапы, вы, о которых сейчас говорите, Лариса. Но в целом вот я соглашусь со Светланой с тем, что да, у нас была идеологическая яма, идеологический провал. Но в этом идеологическом провале образовалась своего рода антиидеология рынка. То есть вот эта вот тотальная конкуренция. Вот тут у нас был очень горячий эфир, получился пару месяцев назад, про Айнрэнда мы говорили. Почему в России так популярны книги Айнрэнда? Почему у нас вот эта вот, так сказать, идея вот этого звериного капитализма, где там умри ты сегодня, а я завтра, так сказать, вот этот ее просвещенный, разумный, разумный эгоизм, капиталистический эгоизм, почему она находит такой спрос, что люди расхватывают книги статтысячными экземплярами? Ну вот дело, наверное, в том, что в России вот этот вот такой социал-дарвинизм сейчас очень сильно прописан. И нынешние представления об успехе, они коренятся вот в этом вот социал-дарвинизме, что да, заработать деньги, да, вот меня, скажем, жутко раздражает, когда пишут там статус социальный, улыбайтесь, это раздражает других. Вот, да, меня этот статус раздражает. Вот то, что нужно улыбаться, что ты постоянно находишься в некой внутривидовой борьбе. И ты, так сказать, своей улыбкой должен доказать, что ты побеждаешь остальных в этой борьбе. И вот этот вот социал-дарвинизм, вот этот трендовский, он очень, мне кажется, повлиял на наше представление об успехе. Вы знаете, я бы хотела здесь добавить, мне сейчас вспоминается фильм, вот великолепный фильм «Красотка», когда героиня Джулия Робертс спрашивает героя Ричарда Гира, а ты что, ничего не строишь? Что ты делаешь вообще? Он говорит, что я покупаю компании, дроблю их и продаю. Да, а что, ты ничего не строишь, спрашивает она. И вот в конце мы видим вот эту вот метаворфозу, когда он говорит своему партнеру, мы будем строить корабли, и я оставлю этих людей на своих рабочих местах. Мне кажется, что за последнее время то, что мы видим, вот опять-таки после 90-х, вот эти вот наши лихие 10-12 лет, когда мы мало чего строили, мы приватизировали, на этом выросли наши олигархи, да, у нас сырьевая экономика, но мы мало чего строим. И поэтому люди, молодое поколение, которое сегодня приходит и которое по-своему понимает этот успех, они хотят строить. Они хотят строить для себя, таким образом самореализовываться, и они хотят делать жизнь других людей лучше, помогать им становиться такими же успешными. Ну вот очень хочется верить, что это какая-то реакция идет на вот этот вот наш такой халявный капитализм, капитализм нефтяной трубы, где в основном люди перераспределяют, не создают, а перераспределяют некую ценность. И соответствующие этому, так сказать, возникают критерии успеха. Напомню, наш телефон 65 10 99 6. Что значит быть успешным в современной России? Успешны ли вы лично? Считаете ли вы себя успешным состоявшимся человеком? А мы уйдем на перерыв. И снова добрый вечер, программа «Археология». Говорим сегодня об успехе. Наши гости – психолог Данила Гуляев, директор проекта фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова и генеральный продюсер телеканала «Успех» Светлана Габуния. Что значит быть успешным? Кто успешен в современной России? Позвоните нам и скажите. 65 10 99 6. Вот можете ли вы назвать успешного человека? 65 10 99 6. Вот скажем, я не знаю, Тина Канделаки. Это что, некий критерий успеха, показатель успеха, по крайней мере, да, такой самономинированный. А вы знаете, что я хочу спросить наших гостей? Это вообще не сильно же русская идея успеха, успешности. Потому что, ну даже если не говорить вот это пастернаковское, в котором очень много, наверное, самолюбования, он-то себе мог позволить такое сказать, быть знаменитым некрасиво. Да, вы спросите этого человека там из метро утреннего, ему хочется это повторить или нет. Но вообще вот в русской культуре не прописан же императив успеха. У нас такое общинное мышление, зачем высовываться? Надо быть скромным. Надо быть скромным, да. Вы упомянули общинное мышление. Здесь вот стоит, наверное, разделять, что вот западное вот это представление об успехе, это часть такой культуры дискурса индивидуализма. А, соответственно, у нас до сих пор, в общем, эта идея индивидуализма выглядит полемично, мягко говоря, и, в общем, далеко не всем, как я понимаю, нравится. Ну, может быть, Лариса, например, и, соответственно, остаются еще какие-то общинные коллективистские ценности. И, кстати, вот мне кажется, вот даже на уровне индивидуального сознания, вот я сужу там, например, по своей работе, частной практике, есть какой-то конфликт ценностей индивидуалистических и личного успеха и ценностей таких как бы родовых, общинных, когда подразумевается, что жить надо ради людей. И, соответственно, успех вот в этом общинном понимании это жить ради успеха рода или семьи, или коллектива, или общины, то есть какого-то большего целого человека. Ну, опять мы говорим о ценностях выживания, в данном случае выживания рода, да, и о не о ценностях самовыражения. Напомню, напомню наш телефон студийный 6510-99-6. Кого можно считать успешным в современной России? Алексей на линии. Алло. Алло. Алло, вы на линии? Нет, вы знаете, что-то у нас срываются звонки. У нас, по-моему, что-то сегодня с телефоном немножко не в порядке происходит. Но тогда попытайтесь нам перезвонить. Сейчас мы перезагрузим нашу систему телефонную. Напомню, наш телефон 6510-99-6. То есть звоните нам и скажите, кого можно считать успешным в современной России. Вот сейчас попробуем принять звонок. Алло. Алло. Да, вы в эфире. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Я хотел вот на какую тему сказать. Кто успешен, я считаю, конечно же, сейчас можно сказать только наши олигархи. Я молодой предприниматель, и я хотел вот на какой момент уделить. Вы говорили о том, что молодые предприниматели, они хотят что-то там изменить и так далее. Мне кажется, это отчасти правильно, но нужно понимать один момент. Когда в 90-х наши олигархи, они воровали там, ну или получали, грубо говоря, какие-то блага, они не создавали, а не получали. Им неинтересно было, насколько сильно это отразится на окружении. А молодые предприниматели сейчас, они видят, как в Америке это происходит, как в Европе, что можно что-то создать, и вокруг тебя что-то появится. И после этого это как бы самолюбование в каком-то смысле. То есть ты хочешь что-то сделать, и чтобы оно вокруг тебя окружало. А раньше люди просто об этом не задумывались, они хотели просто много денег получить, и все. И я как молодой предприниматель говорю, что да, я хочу, чтобы так было. Ну да, то есть спасибо большое. То есть возникает еще понятие не только абсолютно, так сказать, индивидуального успеха, а успех как некого, чтобы общество признало твой успех, и чтобы ты, ну не то, что даже общество признало, чтобы ты в позитивную сторону изменил общество. Чтобы оно признало ту цену, заплаченную тобой за успех, допустимой. Заметьте, что тут уже это немного другое целое имеется в виду. То есть вот община — это целое, которое больше всех индивидов, и где индивид — это вот какая-то функция, да? Или тем более социалистический коллектив, то есть это по сути вообще там как-то винтик или гайка. А тут имеется в виду уже другая какая-то более сложная структура, то есть социальные группы, где есть индивидуальная ответственность за эту группу. И, соответственно, человек отвечает за себя и отвечает за свой вклад вот в жизнь этой группы не как болтик, не как функция, а как вот... Ну да, как создатель, как создатель. Да, со-создатель. 65, 10, 99 и 6. Кого можно считать успешным в современной России? Александр Викторович. — Вы знаете, мы с вами очень предметно и интересно разговаривали относительно АРН, если вы помните. — Да, помню ваш звонок, да. — Да-да. Но вот эта тема про успех мне тоже интересна немножко в другом контексте. Ведь население всего мира на сегодняшний день очень резко стареет. И, скажем, когда обсуждаются категории успеха для людей 40-45-летних, то это все очень интересно. Но ведь жизнь человека не кончается в 40-45 лет. И даже если на тот период он был достаточно успешен, то, скажем, вот возможность продлить вот эту категорию жизненного баланса, это не так просто, как кажется. Тем более, если, скажем, социальные условия для этого, ну, такие не совсем подходящие. Так вот, мне представляется, что когда вот такие люди, как ваши гости, ну, люди достаточно молодые, которые, вероятно, считают себя успешными или такими являются, мне бы казалось, чтобы вот с позиции тех должностей, которые они занимают, они прежде всего бы думали не об этих 19-летних чижиках, которые сегодня что-то там делают. Понятно ваша мысль. Да, Александр Андреевич, понятно, спасибо. Пусть наши гости прокомментируют. Вот, знаете, сразу хочу сказать, что я думаю не только о чижиках 19-летних или там 35-летних, но вот как раз про старость я много думаю о том, что вот, к сожалению, те культурные коды, культурные модели, которые вот у нас в стране есть, они зачастую предлагают действительно старость как доживание. И это очень грустно. В общем, мне предстоит когда-нибудь постареть, и вот меня эта перспектива совершенно не радует. И я вижу, что есть другие культурные модели, которые, в принципе, каждый может к себе применять. Правда, вот у нас в социальной среде, возможно, придется какое-то сопротивление преодолеть, но эта вот старость как возможность уже выйти вот из этой, например, гонки за успех и отдохнуть на берегу. — Слабиться и стать самим собой. — Да, и стать самим собой. — Да, очень важно. Сейчас я одну вещь, я сейчас секунду, Светлана, дам вам слово. Просто хотел напомнить, и я который раз уже делаю в нашей передаче и снова с удовольствием ссылаюсь на книгу, которая мне очень-очень понравилась. Здесь у нас в гостях был Владимир Яковлев, основатель «Коммерсанта», ныне проекта «СНОП». И он последние три года делал проект под названием «Возраст части». Вот это вот, наверное, вы все видели, уже большая книга, там веб-сайт. Там собраны истории, он ездит по миру и по миру и собирает истории успешных состоявшихся людей в возрасте 60, 70, 80, 90 лет, которые открывают все новые таланты, которые становятся танцорами, спортсменами, начинают прыгать с парашютом, становятся эти стендап-комиками и так далее. И вот это вот абсолютно расшатывает наше представление о том, что такое быть успешным. Потому что вот он пишет, что главный секрет долголетия и главный секрет успеха — то, что они расслабились. Вот ты расслабился, вот, и все, и поперло оно. — Да, Светлана. — Да, я вот как раз хотела сказать приблизительно то же самое, что сейчас сказали вы. Ну, я думаю, что о 19-летних чижиках думать нужно обязательно. И кому, как не нам, об этом думать. Несмотря на то, что мне 50 лет, да, я как бы не ощущаю, во-первых, там своего возраста, а во-вторых, у меня есть пример моих родителей, которым сегодня 75, а они, слава богу, живы. И это такие живчики, для которых основная вот модель жизни — это движение. И поэтому они сажают кусты, понимаете, там, организуют какие-то ремонты в подъездах, помогают там старше себя, младше себя. — Кусты сажают в общественном пространстве, имеете в виду. Ну да, как бы не на даче кусты, малины имеете в виду, да, понятно. — Да, ну себя. Решают какие-то проблемы ЖКХ. Все зависит от активной жизненной позиции. — Я опять хочу вернуться вот как раз к внутреннему духовному, да, содержанию понятия успеха. То есть если люди что-то сделали когда-то, когда им было по 19, 20, 30, то это уже не изжить из них, понимаете, даже тогда, когда им будет 70, 80 и 90. — Да. Согласен, да. Здесь, конечно, вот это вот эволюционирует человек в этом смысле. И все равно, когда ты растешь, то нужно как-то переформулировать свои стратегии успеха и быть. — Вы знаете, вот сейчас, прежде чем я возьму звонки, еще напомню наш телефон 65 10 99 и 6, кого можно считать успешным в современной России, что такое вообще понятие успеха сегодня. Вспомните одну такую принцип, который в средневековой Японии был, когда человек реализовывался в нескольких апостасях, скажем, он был, там, первую треть жизни он был самураем, предположим, да, и он достигал необычайного искусства во владении мечом при дворе одного сигуна. И потом в один прекрасный день он исчезал. Он просто исчезал из этого двора, уходил. А потом через несколько месяцев он появлялся под другим именем, абсолютно никому неизвестный, при дворе другого сигуна. И он, скажем, тратил следующие 15 или 20 лет жизни на то, чтобы овладеть искусством каллиграфии. И он становился общепризнанным каллиграфом. А потом он снова исчезал. И потом он появлялся через несколько месяцев при дворе третьего сигуна и становился, скажем, музыкантом. Он играл на флейте и становился уже под конец своей жизни самым признанным флейтистом. Так что вот это, мне кажется, очень интересные такие стратегии успеха, о том, что ты не идешь как бы камень на камень, кирпич на кирпич, да, а то, что ты постоянно меняешь жизненные траектории и самореализуешься в совершенно разных ипостасях. 65, 10, 99 и 6. Кого считать успешным в современной России? Дмитрий. Сорвался, Дмитрий. Дмитрий, позвоните нам снова. 65, 10, 99 и 6. Сергей. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Вот насчет ипостаси, это, наверное, поменяют точно. Расскажите. У меня тоже за 50, и я все время послужил в армии, ушел на пенсию, военный офицер, как ни бывших, ни бывших, подполковник. Сейчас занимаюсь в бизнесе. Не мой бизнес. Я работаю по-наймному. Никто мне не дает 50 лет так внешне. Но суть не в этом. Суть в том, что успешность, как спорт, как движение и как поиск своих ипостасей заставляет именно перевоплощаться в жизни, ища свои таланты и свои возможности. Я инженер. У меня все было замечательно и успешно. Я с отличием закончил. Отлично все у меня было по работе. Потом возникла проблема, когда это отличие, как бы ничего тебе не дает, кроме забот и хлопот, потому что обстановка в 90-х годах заставляла принимать решение, как кормить семью и содержать. Сергей, радио выключите у вас там, да, фонит немножко. Да, это заставляет менять ипостаси свою. И ты становишься работником по-найму. Ты занимаешься заботой о семье. И в этом поиске заботы, как вот по пирамиде масла поднимаешь, ты понимаешь, что удовлетворять потребности самое необходимое, ты можешь, реализуя себя по максимуму. Это заставляет учиться, обладать навыками. Ну, кончилось с тем, что я закончил госкурсу квалификации профессиональной. Закончил в БИИ. А сейчас я работаю в компаниях и занимаюсь проектами. Это связано с продажами, с прямыми продажами. Понятно, понятно. Хорошо, Сергей, да. Это все как бы как успех. Понимаете, нет успеха начала, нет успеха... Ну, это да, это некая постоянная корректировка жизненной траектории, да, и в том числе в вашем случае иногда пришлось заниматься вещами, которые, да, сердце, к которым не особенно лежало. Ну, да. У меня короткий комментарий. Я абсолютно присоединяюсь к коллегам по поводу возраста и разной природы успеха в разных поколениях и возрасте. Ну, очень важный момент. Я хотела бы обратиться к тем слушателям, которые позвонили. Обидно, что люди старшего возраста, они очень редко говорят об этом. И сейчас вот медийное пространство, оно принадлежит, конечно, людям среднего возраста и молодого возраста. Они говорят о своем успехе. И мы бесконечно вспоминаем Тину. Вот это как раз молодой, энергичный, агрессивный успех. А таких проектов, как возраст счастья, о котором мы сказали, их очень мало. Так сложилось, что люди старшего возраста вообще не любят о себе говорить. Они еще той советской культуры. Но мне кажется, если среди них будут некие лидеры мнений, которые чаще будут об этом говорить, которые будут организовать ярмарки. Допустим, есть замечательная ярмарка для женщин старше от 50+. Когда женщины приходят и видят, что оказывается огромное количество товаров есть специально созданных для женщин после 50. И это абсолютно инициативный проект. Если они будут показывать, что в 50, 60, 70 жизнь только начинается, во-первых, 40-летним будет намного проще сейчас бороться за успех. И мы поймем, что в 40 лет эта жизнь не заканчивается, и дальше огромный хороший кусок жизни. Поэтому я призываю слушателей, которые вот уже обладают мудростью и успешностью 50+, 60+, говорите об этом, это всем очень надо, и уберите вот этих 40-летних. Да. А еще я предлагаю перестать называть, например, 60-летних людей бабушками и дедушками. Ну, если вы не их внуки, да? Стариками. Ну, они питул слушали, какие они бабушки. Как мы, да, как мы неожиданно вырулили это на те, на темы эйджизма. Да. 65, 10, 99 и 6. Кого считать успешным в современной России и успешны ли вы? Алексей. Алло. Да-да, слушаем вас. Добрый день. Во-первых, очень приятно слушать вашу передачу всегда, и сегодня тема интересная. Спасибо. Почему-то тема успеха поменялась над тема возрастом, но тем не менее я хочу... Да-да, неожиданно. Мне кажется, слово «успех», так же, как слово «счастье» красивой женщины, это очень всегда индивидуально у каждого человека, так сказать. А слово «успех», оно, так сказать, более, может быть, будет конкретизироваться через материальные и моральные достижения каждого отдельного человека, так сказать. И достигнутый уровень, так сказать, он вот как раз и переводит, как при определенном удовлетворении. Мне кажется, если иметь в виду материальную сторону, так сказать, то здесь у меня всегда, так сказать, помяткой является сказка Александра Сергеевича Пушкина, сказка о рыбаке и рыбке. Было у бабы корыто, захотел бабу избушку, и так дальше, и так дальше. Да, да. То есть это совершенно такое эфемерное представление. Ну да, да, абсолютно, абсолютно согласен с вами. Каждый успешен по-своему. Да, спасибо, спасибо, Алексей. Вы знаете, да, вот мне кажется, что уже ближе к концу нашего эфира, я думаю, мы все согласимся с тем, что успех, он не имеет никаких абсолютных показателей. Да, это не абсолютно, это не то, что ты попал в список там 100 или 200 Форбса. Он не в том, что у тебя там деньги, квартира, машина, яхта, зарубежная недвижимость и так далее. Например, я не знаю, суперуспешно может быть считать какого-нибудь совершенно получающего гроши школьного учителя, но у которого есть любовь детей, который просто живет и дышит этим. Или врача где-нибудь в провинции, который может реально помочь каким-то людям и опять-таки живет и работает за копейки. Не то, что, понимаете, говорить, что это хорошо, что у нас эти люди получают такие маленькие деньги, но они же действительно успешны. Или вот, скажем, тоже тема, которую Данила очень хорошо поднял, то, что у нас такая постматериальная цивилизация наступает. Вот, скажем, тема у меня, которая сейчас занимает буквально в эти дни, в эти часы, я пишу колонку, про то, как Швейцария отказалась от Олимпийских игр. Например, казалось бы, да, вот вам показатель успеха. Вот, Сочи, там, чемпионат мира по футболу получили, там, бабло рекой, миллиарды пилим, все, нормально, туризм пойдет, люди полетят. Вот, а там, понимаете, они сидят на своих, собственно, возможностях, на своих деньгах и не хотят. Говорят, а нам не нужно, а у нас и так хорошо, у нас настолько спокойно, у нас такая гармония человека и природы, что нам не нужен этот успех в виде Олимпиады. Или вот там тоже, в соседнем кантоне, золотое жилу обнаружили. И 400 человек там, население в коммуне, и стоимость этого золота полтора миллиарда долларов. Нужно, чтобы пришла канадская компания, его разработала, там на каждого золотой дождь пройдется. И что вы думаете? Они отказались. Нам важнее наши горы, нам важнее наш покой, нам важнее, чтобы сюда, в эту долину никто не ездил. Отказались от полутора миллиардов долларов 400 человек на своем кантональном голосовании. Вот мне кажется, вот тут такие вот, так сказать, очень большие ресурсы успеха. До этого пика пирамиды Маслова надо дойти. Вот сейчас Швейцария, она находится как раз наверху этой пирамиды, потому что у нее уже есть все, и теперь она заботится о голубом небе, о ясном солнце, о зеленых елках. И плюс это вопрос таких предпочитаемых ценностей. То есть, понимаете, вот эти вот, например, ценности успеха, как чего-то, ну, богатства или там конкурентного успеха, они не обязательно являются тем, что люди выбирают, тем, что они предпочитают. Это может быть именно какой-то социальный прессинг, и, соответственно, люди подчиняются этому прессингу. Но, условно говоря, есть возможность вот осознать и критически отнестись вот к этому прессингу, понять, что он, может быть, не всегда благоприятно влияет, и попытаться найти вот свои личные ценности. Ну да, да, не следовать вот этому вот императиву общества, то, что ты обязан быть вот таким. И в этом отношении, мне кажется, может быть, возможна такая вещь, как, ну да, вот очень хорошо, мы говорили, что есть американский успех такой, да, может быть. Он еще от протестантов, идущий, как знак праведности, а может быть успех, который, так сказать, более, что ли, нашей национальной традиции. Мне кажется, что в Америке как раз понятие успеха, оно сформировалось в момент, когда люди туда приезжали на пустую голую землю, им нужно было жить, понимаете. Они пересекали океан с такими трудностями, они переходили там в резервацию с такими трудностями, и им нужно было собственное становление, да. Ведь они же привезли с собой семьи из Италии, из Германии, из Франции, откуда угодно. Ну да, да. К сожалению, наше время в эфире подходит к концу. Я думаю, так сказать, для нас в данном случае успех в том, чтобы уложиться точно по минутам. Я благодарю наших гостей, психолога Данила Гуляева, директора проекта Фонда общественного мнения Ларису Паутову и совладельца телекомпании Нью-Медиа Светлана Габуния. Это была программа «Археология». Я ваш верный археолог Сергей Медведев. Будьте успешны. Доброй ночи и удачи. Продолжение следует...